здравствуйте товарищи мы продолжаем предыдущий семинар по диалектике и сегодня затронем новый семинар по профсоюзной борьбе вот так по диалектике мы остановились на шестом вопросе кто-нибудь готовил его вот я тогда свое время остановился на качестве то есть я осветил снятие понял его что это такое и потом разбирался с вопросом качества принципе вот по гекелю ей понял что качество это определенность качеством качеством проявляет себя только наличное проявляется в себе качество проявляет себя только в наличном бытии то есть есть бытие у него наличное у него значит есть определенное качество то есть это не само бытие но качество определенность бытия второй вопрос вот по изменению тут я не не дошел до так сказать до осознания поэтому прошу новые изменения мы в принципе прошлый раз озвучивали изменения все кратко это равенство и неравенство нечто с собой вот так как вне что различаются два момента в себе бытие как момент равенства собой и момент неравенства собой это бытие для иного вот поэтому нечто есть как изменяешься нечто это равное неравна себе вот дальше у нас шестой вопрос это граница вот по границе нет нет я должен не продолжал 1 по границ граница я так продолжу выведение поэтому потому что просто отвечать на вопросы это не для этого вот эти встречи просто отвечать на вопросы это уже в самом красном университете можно там ответы покороче писать здесь можно и поразвернуть ну развернуто так момента нечто в себе бытие и бытие для иного находится в единстве и противостоят друг другу а следовательно в каждом из них есть своя противоположность но если мы вспомним становление то в становлении тоже есть два момента на момент возникновения и прихождение и там в становлении читаешь там указано что вот они находятся в единстве и в каждом из них есть своя противоположность то есть возникновение из прихождения от прихождение есть возникновение вот тут также то есть в себе бытие есть его противоположность бытие для иного в бытие для иного есть в себе бытие благодаря этому они могут переход ну они находят в единстве может быть не благодаря этому я тут немножко поспешил но есть такой момент так он продолжим такое в себе бытие которое в самом себе отрицает бытие для иного называется в нем бытие или просто в то есть это не просто такой в себе бытие если мы вспомним сейчас вот минуту назад играл что это момент равенства собой но 10 но на самом деле в себе бытие она есть только как отрицающее бытие для иного поэтому такое уже в себе бытие называется в нем бытие так как нечто это определенное наличное бытие надо рассматривать его определенность определенность взятая сама по себе есть качество качество которое есть в себе в простом нечто и сущностно находится в единстве с другим моментом этого нечто в нем бытие называется определением определенность которой есть лишь бытие для иного называется характером то есть уже тут определенность она как определение выступает и как характер. Определение и характер – это одна и та же определенность, но взятая либо как положительная, либо как отрицательная. Определение и характер есть, следовательно, они определенные на личное бытие. То есть два нечто, которые находятся в единстве. Мы вот раньше говорили, когда до нечто дошли, что нечто предстанет перед нами как единство двух нечто. И вот сейчас оно предстало как единство определения и характера. Одна и та же определенность есть как определение и как характер. Следовательно, имеет место качественное и на бытие. Что такое качественное и на бытие? Это два нечто совершенно иные, соединенные в одно нечто, представляющее собой становление. Нечто теперь положено как становление, моментами которого являются два нечто. Одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто называется граница. Это вот еще важное определение границы. Еще раз. Определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. Это вот граница. Это ответ на шестой вопрос. Что такое граница? Можно было кратко так вот ответить. Седьмое. Предел и долженствование. Дальше идем в видение. Нечто нет в своей границе, так как граница его отрицает. С другой стороны, благодаря этой границе нечто есть. Если берем какое-то нечто, то мы его берем как ограниченное какое-то. Оно, по сути, не в самой границе, но благодаря этой границе оно есть как отдельное нечто. Можно так, наверно, это понимать. Так как граница это определенность этого нечто, благодаря этому нечто выходит за границу. Нечто взятое со своей имманентной границы называется конечной. То есть, внутренне присущей ему границей. Нечто взятое со внутренне присущей границей называется конечное. То есть, это еще одно определение. Выхождение за свою границу называется долженствование. Быть тем, что оно не есть. В этом суть долженствования. Границу, которую переходят, называют пределом. Это вот определение предела. Долженствование и предел – моменты конечного. Предел – момент равенства с собой сохраняет конечное, а долженствование выгоняет конечное за его границу. Конечное выгоняется долженствованием за свою границу и, выйдя за себя, оно себя отрицает. А отрицание конечного есть неконечные они конечно это бесконечное но выйдя за свою границу конечно и превращается в другое нечто которое также имеет свою определенность границу и тоже есть конечные и так далее повторяется бесконечное количество раз он так как и не достигнет бесконечного бесконечная цепь конечных называется дурная бесконечность то есть бесконечность не соответствующий своему понятию. Тут можно пример привести дурной бесконечности. Работники сталкиваются с такими проблемами, что им зарплаты задерживают или не выплачивают, работодатель нарушает технику безопасности, не покупает инструменты какие-то. Что им советуют буржуазные идеологи? Они им советуют дурную бесконечность. Обращайтесь в суд, пишите жалобы. И вот это писательство, оно ничего не решает. Оно только порождает, в одну инстанцию написал, тебе там дали какой-то ответ, но ничего не решал, пишешь в другую инстанцию. И ты вот так вот бесконечно и ничего не решится. В этом заключается дурная бесконечность. То есть ты от одной границы просто движешься к другой, к другой, к другой и не выйдешь из этой дурной бесконечности. Поэтому, чтобы прийти к истинной бесконечности, нужен другой подход. Восьмое. Истинное бесконечное. Чтобы понять, что такое бесконечное, нам надо отрицать не только конечное, но и бесконечную цепь конечных. То есть дурную бесконечность. То есть нам, рабочим, надо не искать, куда писать свои жалобы, а отрицать не только капиталистический способ производства, но и капиталистическое государство, как такой бюрократический аппарат. И создавать свое пролетарское государство. Так. Отрицание этого конечного еще не бесконечное, так как конечное само отрицание, а оно, это отрицание, взять как первое, отрицание этого конечного еще не бесконечно, так как конечное само отрицание, а надо это отрицание взять не как первое отрицание, а как двойное отрицание, потому что это первое отрицание было в виде небытия, в наличном бытии, А потом, как определенность, затем как небытие превратилось в бытие качество, затем это качество выступает как определение, оно укрепляется, потом оно доходит до границы, которая ведет нечто к конечному. И оно развивалось до того, что оно пошло наверх к бытию, но бытие от него уже ушло. В том смысле, что это отрицание превратилось в конечное, а всякое конечное отрицает само себя. Отрицание этого конечного есть уже второе отрицание, значит оно положительное. Следовательно, такое положительное, которое является отрицанием конечного, называется бесконечное. Тут надо взглянуть назад, что мы рассматривали. Вот когда мы получили наличное бытие, мы первым делом начали рассматривать небытие, то есть определенность его. Потом, рассмотрев определенность, мы там различили качество, потом пошли дальше, увидели определение характера. Это все одно и то же, ну одну и ту же определенность мы рассматриваем. Потом границы пришли, это тоже определенность, дошли до конечного, а уже бытие это уже там, нет, уже мы видели только развитие определенности, то есть отрицание этого наличного бытия. Вот, поэтому надо вернуться к бытию, к такому, у которого вот эта вот конечность, конечная, станет лишь моментом. Так, и получается дальше, вот истинное бесконечное, это бесконечное, это бесконечное, как его момент. А бесконечное выступает и как целое, и как момент, который противостоит конечному, в самом этом бесконечном. Момент бесконечного бесконечного реальный, момент конечного бесконечного идеальный. Все предыдущее вошло в бесконечность, и у этого бесконечного нет границ. Есть только бесконечность, и нет ничего иного, значит оно не может быть для иного, иной мы проходили до этого. А есть только для себя бытие. Пример бесконечности, истины бесконечности, это человечество. Вот каждый человек, он конечен, но само человечество, оно бесконечное. Вот, и в этом, в человечестве, вот каждый человек поступает как момент лишь. Вот такой вот пример можно привести. Ну, это тоже спорный вопрос, что человечество бесконечное. Тут имеется в виду, что не во времени, конечно, да, то есть, может оно и во времени будет развиваться и все такое. Просто человечество – это нечто большее, чем просто один индивид, который… Ну, количество давай. Ну, по количеству, если кратко, тут только кратко, потому что… Только кратко. Да, количество у нас тут у страниц 200, наверное, в книге. Так, количество… Истинная бесконечность – это для себя бытие. Для себя бытие, для себя бытие, качественное бытие завершено. Ну, то есть, вот мы проходили там качество. Потому что это уже не определенное бытие, а бытие, в котором есть определенность. И этой определенности некуда больше развиваться. Эта определенность не становится качеством, так как качество – это определенность взято, изолировано. Но уже нельзя взять изолировано, так как все уже вобрано в это самое бесконечное. И здесь уже нет бытия для иного, так как теперь нет границ. Для себя бытие может двигаться только от себя к себе. Вот такое вот здесь движение уже. Уже движение меняется. То есть, если до этого мы наблюдали движение определенности, как оно развивается, то сейчас мы рассматриваем движение самого уже бытия. Для себя бытие не имеет никаких границ, следовательно, оно одно. Количество… Тут от одного количества уже переходит. А количество – это снятое для себя бытие. Это такая определенность, которая безразлична к границе. Вот это определение количества. То есть, это определенность безразличной границы. То есть, если взять, допустим, математику, то в геометрии, если помните, есть такое понятие «подобные фигуры». Там берем два треугольника. И неважно, какие у них размеры. Главное, чтобы подобие как определяется. Там два угла, если равны. И неважно, там, большой, маленький. То есть, в этом плане количество – оно безразличная граница. Ну, это я такой пример привел, может быть, он не совсем корректный, но в таком понимании, что тут не надо… Тут дальше надо развивать это количество. И вот оно, вот к десятом вопросу мы переходим, там, мера уже. И уже мера выступает такой вот границей. Соотношение качества и количества называется мерой. Или можно сказать, количественная определенность качества называется мерой. То есть, количество, которое может изменяться без изменения качества – это мера. То есть, вот тут у меня примеры насчет воды. Есть меры, в пределах которой вода остается льдом. То есть, температура от нуля, вода замерзает. Если ниже опускаем, она так и будет оставаться льдом. Есть мера, в пределах которой вода становится жидкостью. То есть, это примерно от нуля до ста. И есть мера, в пределах которой вода остается паром. То есть, это от ста, выше. Но и тут границы есть. В какой-то момент водяной пар становится плазмой. И там уже… Я уже не знаю, какие науки, наверное, неизвестно, есть ли там выше границы. Герси. Вот. Пока туда не ходили. Да. То есть, вот такое понимание меры, как границы. Количество, в котором сохраняется качество. Так. Ну, давайте тогда… Понятнее. Понятно. С этим мы разобрались. К профсоюзному нашему семинару. Вопросы к лекции «Современное коммунистическое движение». Вопрос первый. Рабочие движения. Конечная цель рабочего движения. Ответ мой. Рабочие движения зарождается, как организационная форма борьбы рабочих за свои экономические интересы. Сначала защищается зарплата, рабочие места, продолжительность рабочего дня. Организовывая коллективную борьбу за эти цели, рабочие постепенно, при помощи передовой интеллигенции, осознают конечную цель борьбы рабочих – это уничтожение эксплуатации и частной собственности на средства производства. Такой ответ. Вопрос второй. Понятие коммунистического движения. Ответ. Коммунистическое движение – это осознанное политическое движение рабочего класса для достижения конечной цели рабочего движения. И третий вопрос. Вопрос формы борьбы рабочего класса. Ответ. Мой ответ. Существует две формы борьбы рабочего класса. Борьба экономическая и борьба политическая. О том, что борьба идеологическая, я считаю, что она входит в состав борьбы политической. Ну, я тут спорить не буду, но ее можно различить, идеологическую борьбу. Но она не является третьей формой борьбы. Она входит как… в общем-то она входит в борьбу экономическую, потому что ты тоже пропагандируешь свои экономические требования, правильно? Когда ты борешься за шестичасовой рабочий день… Но тут не пропаганда требования, а пропаганда интересов среди других рабочих. Да, но это и пропаганда экономической формы, там повышение заработной платы, снижение рабочего времени, это тоже пропаганда. Ну, я к тому, что она различима, то есть, ее можно как-то выделить и рассмотреть. Да, она скорее не является отдельной формой борьбы. Это на мой взгляд. Ну, если что, можно все свести к политической борьбе на определенных стадиях, экономической сначала. Да, безумовно, она и переходит постепенно. Но дело в том, что экономическая борьба, она в принципе может и не дорасти до политической. Почему? Опять же, я считаю, что когда не включается туда, не вносится научный социализм. То есть, когда рабочий класс отделяется от интеллигенции. Или наоборот, интеллигенция не идет к рабочему классу. Да, вот тогда, значит, получается расхождение, тогда зависает экономическая. Ну, такое явление называется трейд-едининг-юнионизм. Да. Ну, вот на эти три вопроса я так... Так, это был первый, да, и еще какой-то... Второй, второй, третий. Нет, подожди, пятый же вы последняя про форму борьбы? Нет. А, да, это, наверное, четвертый. Он вообще четвертый. Мировое опыт коммунистического движения, третий вопрос. И партия рабочего... Форма борьбы, вот это четвертый вопрос. Так, подожди. То есть, я третий и пятый не ответил. А, подожди, пятый же вы сейчас как раз он был по формам борьбы или нет? Нет, это четвертый. А, форма борьбы. Вот я не ответил. Мировой опыт коммунистического движения, потому что тут как бы... Ну, это обширен такой... А можно? Да. Вот. Так. Не, на него просто не успел ответить. Ага. Партия рабочего класса. Ага, есть такое. Ну, про партию рабочего класса, может, что-то скажете? Остановление партии рабочего класса. Ну, уже не как в форме такого семинарского ответа, но какое-то же мнение у вас есть все-таки. Ну, да. Точнее, знание даже возможно. Партия рабочего класса у нас пока две в общем виде. Это РТРП и РРБР. Нет, неправильно. Ну... У нас партия рабочего класса, постановление. Что такое партия рабочего класса? Это, во-первых, партия надо... Это авангард рабочего класса. За которую идет значительная часть класса. Да. За какой из этих партий идет значительная часть класса? Да. Поэтому, в существенности, это становление авангарда. Да. Становление авангарда... Ну, в принципе, у нас партии с названием рабочие, довольно много. И с названием коммунистического еще больше. Вот. Но на сегодняшний день я считаю, что у нас есть две партии... Встановление. Да, можно сказать, что они обе находятся в становлении. Это РКРП и РПР. Нет, они как партия, может, и не в становлении, но сама партия рабочего класса в становлении... Они именно... Они все в становлении. И та, и другая. Другое дело, что ведь сам процесс становления, несмотря на то, что он во времени может быть долог. То есть, РКРП, она, грубо говоря, с 91-го года существует, как зарегистрированная партия, как то движение, которое возникло на развале КПСС. Другое дело, что она постепенно... Она до сих пор находится в становлении, я считаю. У нее был мощный всплеск, было снижение как бы ее развития. Попытка изменить немножко вход, создавая Российский Объединенный Трудовой Фронт. У РПР немножко как бы другая линия становления. Она как бы тоже начинает... Она попозже появилась. Она, в сущности, в какой-то мере частично выделилась из РКРП. Но, тем не менее, она тоже находится в становлении. Потому что у нее есть... То есть, как партия, она не обладает той мощью организационной. Да? Но она растет. Но растет. Да. И поэтому, надеюсь, что обе эти партии, в конце концов, вырастут, осознают свои разногласия организационные. И, может быть, соединятся, объединятся, соединятся в единую. Может? Рабочую партию рабочего класса. Ну, вот, собственно, все. А может быть, какая-нибудь из них до разовьется. Да. Самостоятельно. Так. У нас мало времени осталось. Кратко, по мировому опыту. Давай что-нибудь. Ответь. Мировой опыт коммунистического движения? Революция 1917 года. Началось. Ну, нет. Давайте так. Наверное, все-таки, если уж говорить, мировой опыт коммунистического движения... Это в каком разрезе? Современном или... Да нет, это мировой опыт. Мировой опыт. Это... У нас есть пример. Во-первых, это парижская коммуна. Безусловно, да. Как первый опыт. Как начало, да. Ну, один из первых опытов, может. Да, первый опыт. Вот, но он такой... Да, он, так сказать, как бы отрицательный опыт, как чересчур. Как в том плане, что он не привел, скажем, к устойчивому пролетарскому государству. Ну, вместе с тем, это первый опыт. Затем было создано... Когда осознанно было Марксом и Энгельсом само движение, вот это коммунистическое, да, то был написан манифест коммунистической партии. Ну, это было до, по-моему, еще парижской... До парижской коммуны. Да, это было 1848 год. А парижская шестьдесятый год? 1870. А, в 1870. 700. В 1870 году. Это франко-франко-франко. Парижская коммуна? Нет, почти 700. 800. В 1870. То есть у нас получается так, что с 1848 года примерно начинается осознание необходимости, теоретическое обоснование вот этого самого коммунистического движения. 1848 год – это манифест коммунистической партии. Да, первым делом был выпущен, вот, скажем, осознанный манифест коммунистической партии, и была создана партия «Первый интернационал», да, коммунистический. Ну, вот с «Интернационалом» я могу напутать, но, наверное, да. По дате, может быть, я тоже не буду, так сказать, спорить и наставить, я не помню, когда он был создан, но то, что это тоже является мировой опыт коммунистического движения, то есть это понятно. Далее идет развитие вот этого интернационала и развитие и распространение марксизма как уже науки, как теоретического обоснования необходимости коммунистической, социалистической революции по всему миру. И далее идет теоретическая работа, опять же, Маркса и Энгельса, завершает у нас 19-й год. Владимир Ильича Ленина. Владимир Ильич уже развивает, получается. Да, потом Октябрьская, Великооктябрьская. В 1905 году первая русская революция. Это буржуазная, ну, скажем, основной движущей силой там все-таки были рабочие. Ну и что? А во французской тоже рабочие? Нет, ну, согласна, что она была буржуазная, но все-таки уже в то время существовала большевистская партия. Ну, это не было коммунистическим движением еще. Это было еще такое, можно сказать, рабочее движение. Ну, да нет, партия-то уже существовала. Ну, причем здесь партия, не было единства рабочего движения и научного социализма в 1905 году. Ну, оно, скажем так, оно зарождалось. Первые советы как раз они в 1904-1905 году сформируются. А они стихийно появились, то есть это не научно, они там вывезли. Дальше их уже просто теоретически осознали. Да, вот, и начали развивать, и уже к 1917 году. Да, и в 1917 году тоже, ну, как бы он теоретически, я думаю, еще не был обоснован создание Советов. Вот, они, скорее всего, как опыт 905-го года перешел, так сказать, в 917-й ему. Ну, и далее, потом крах второго интернационала, да? Нет? Я говорю, что с интернационалом, когда вот европейские социал-демократы примкнули к своим буржуазным правительствам и поддержали военные кредиты, можно сказать, что в этот момент крах произошел второго интернационала. Да, но это, в принципе, это тоже опыт, пусть отрицательный опыт коммунистического движения. Ну, это в условиях Первой Древой войны. Да. Получается, что да. И дальше социалистическая революция. Сначала февральская, буржуазная, потом социалистическая, октябрьская. Ну, первая она буржуазная. Ну, я говорю, буржуазная. Да, вторая в виде коммунистическая, социалистическая революция. Далее гражданская война, она в сущности явилась как бы таким сплачивающим моментом для коммунистического движения. И выкристаллизовыванием. То есть, когда стали отделяться всякие меньшевики, стороны отбрасываются. Меньшевики-то раньше вышли. Сэры. Вот. Это уже их окончательно. И правая, и левая, значит, там всех. То есть, там стало так вот более конкретное, более яркое. Ну, надо вспомнить еще германскую революцию. 1919 года, которая тоже была проиграна. Ну, да, в этом плане, конечно, там много чего было проиграно. И Эдгерская революция также. И финская. Финская гражданская война потерпела поражение. Ну, красная. Да. Давайте про те завоевания поговорим, которого добились. Ну, наконец, мы дошли, да, все-таки до окончания гражданской войны и строительства социализма. И развития, значит, коммунистической партии, как коммунистического движения, как именно авангарда рабочего класса. До конца 50-го. Да, до конца 50-х. В нашей стране. Готов. Ну, с другой стороны у нас есть еще пример. До сих пор еще существует КНДР. КНР. КНР. И Куба. Вьетнам. Лаос. Я бы тоже коммунистично. Я бы согласился, конечно, спора нет про корейскую, северно-корейскую республику, но по поводу КНР и прочих странах, я пока не могу ничего сказать. Особенно по Вьетнаму, по, как ты говоришь, Лаосу. Потому что все равно у Китая, несмотря на то, что в партии у них, партия правящая коммунистическая, и несмотря на то, что у них записана диктатура рабочего класса, ну, я думаю, что этой диктатуры, она все больше и больше размывается. То есть, то, что написано, это одно, а то, что в реальности, я думаю, что это немножко другое. Ну, надо смотреть. Вот у нас приходил к нам Павел Мартынов, он как китаевед, он рассказывал, как там все происходит в Китае. И, в частности, и про выборы, и про как власть организована. Статья у него была у нас опубликована. Вот, так что с этим можно ознакомиться. Интервью с ним есть на канале Фонда Рабочей Академии, ну, у нас в группе Свердловской. Давайте про современное рабочее движение поговорим. Кратко как-то сможем его охарактеризовать. Есть ли где-то зачатки коммунистического, там, соединения с научным социализмом? В нашей стране или в мире? В мире, мировой опыт. Ну, вот как наиболее передовое, что ли, может быть, из всех буржуазных тех республик, которые, как бы, государств, не заявлявших ранее о своей социалистической направленности, наибольший такой опыт, мне кажется, в Греции. У греческой компартии есть опыт борьбы, и она стоит на более таких именно коммунистических убеждениях, на теоретической основе марксизма-ленинизма. А больше, ну, больше я пока не вижу, ну, кроме еще нашей РПР. Я могу сказать про ситуацию шахтеров, про ситуацию в Луганске и Донецкой Народной Республике. Там сейчас идет объединение и создание рабочих профсоюзов, вот, потому что сейчас там эти республики, они буржуазные, вот, власть до сих пор у капитала, и там ситуация такая, что шахтерам, ну, не выплачивают деньги, либо низкая оплата труда, вот, а при попытках сопротивляться этому, им говорят, что это провокация, так как эти республики находятся в состоянии войны с Украиной, вот, они, как бы, мешают... Отстаиванию независимости. Да, 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 но на деле-то довольно давно известный факт, что весь этот уголь в большинстве своем, ну, не весь, в большинстве своем, идет на украинские предприятия, электростанции, вот, и на самом деле он поддерживает Украину, вот, вот этот буржуазный класс в этих республиках поддерживает Украину поставок, поставками, продажей угля, вот, ну, мы, как бы, не против, чтобы там уголь, ну, я, по крайней мере, чтобы уголь не поставлялся, потому что там, тогда люди на Украине, такие же рабочие будут замерзать и останутся без электричества, это, конечно, неправильно, но противостоять буржуазии, буржуазия, рабочий класс, шахтеры Донецкой и Луганских республик, они могут, соединившись с научным социализмом, с рабочей партией, вот, а в других буржуазных государствах мы видим только стихийные рабочие выступления. Как во Франции, да. Ну, они не столь стихийные, как раньше, вот. Ну, ладно. Ну, да, в общем-то, мы это закончим. Да. Так. До свидания. Если вы не бывали в Свердловске, приглашаем вас в гости и ждем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова